Эй, пссс, здарова! Последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет кто-то из мелан плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из мелан плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях кто ты из мелан плейграунд, все просто. Если твой лайк восьмой, а последняя цифра подписки номер пять, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра! И здарова-здарова дорогие друзья, ты на канале мелан фонг, а в этом видеоролике мы с тобой поговорим про секретные факты обновления 23.0 в мелан плейграунд. Но перед началом видеоролика я как всегда хочу сказать огромное спасибо вот этим и вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. И если ты хочешь попасть в мою следующее видос, то все достаточно просто. Тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал, поставить лайкосик, написать свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на мою телегу, ссылочка будет в закрепленном комментарии. В моем телеграме очень интересно, там проходят постоянно конкурсы, множество постов, а также очень интересный чат с подписчиками, в котором почти 200 человек. И мы там постоянно общаемся, в том числе там есть возможность связаться со мной. В общем-то я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра! И в этом видеоролике будут преимущественно факты от подписчиков. И давайте перейдем к первому интересному факту. Если попытаться зажечь огонь под кислотой с помощью стихии, то ничего не получится. Что ж, это очень интересно и давайте проверим это, работает ли это на самом деле. Итак, выбираем огонь и пытаемся его зажечь вне кислоты. Он работает, проверяем и просто убеждаемся в том, что он на самом деле рабочий. И давайте попытаемся все-таки зажечь эту стихию под кислотой. И в самом деле это не работает, хотя другие стихии определенно имеют свой функционал под кислотой, что очень интересно. Напиши в комментариях, знал ли ты об этом. Ну а мы переходим к следующему факту. Ну и следующий факт звучит следующим образом. Если слегка растворить парашют, то он все равно будет работать. Это очень интересно звучит. И кстати, если ты хочешь попасть в мой следующий выпуск так же, как и эти ребята, то обязательно оставляй свои интересные факты и мифы под этим видеороликом. Что ж, давайте проверим, работает ли это на самом деле. Мне кажется, это будет очень интересно. Что ж, поставим на карту несколько парашютов и пытаемся его раскрыть под водой. И смотрите, он в самом деле работает, несмотря на то, что его функционал должен был уже быть давно растворен. Однако он на самом деле имеет еще свой рабочий процесс. Что ж, давайте проверим просто несколько парашютов. И несмотря на то, что некоторые парашюты были полностью практически растворены, от них осталась только маленькая часть. И несмотря на все эти проблемы, они все равно оставались рабочими. Что для меня было максимальным удивлением. Ведь до этого любая кислота негативно оказывала влияние на любые предметы. Я сейчас объясню. Если, допустим, ты опускаешь мелона под кислоту, то со временем у мелона просто-напросто растворяются хитбоксы. Реальные хитбоксы теперь становятся нерабочими после кислоты. И я думал, что абсолютно любые предметы так страдают от кислоты, однако это не так. И парашют продолжает функционировать, несмотря на то, что от него осталось просто название. И что ж, этот факт был очень интересный. Напиши, что ты думаешь по этому поводу в комментариях. Ну а мы переходим к следующему факту. И следующий факт. Если кинуть снеговика в кислоту, то он залагает и станет чёрным. Звучит очень интересно. На самом деле это работает. Давайте всё-таки быстренько проверим, потому что меня это просто максимально интригует. Берём нашего снеговика и просто кидаем в кислоту. Сразу из каньона в обрыв и смотрим, что происходит с нашим снеговиком. Он реально становится чёрным или у него просто пропадает текстура, но однако у него остаются какие-то хитбоксы. Это очень странно, но очень интересно. Вы просто посмотрите на свои экраны, как это работает. Для меня это просто какой-то шок. Вокруг снеговика появляются какие-то чёрные полосы, и он частично растворяется и частично превращается в какую-то чёрную ерунду. Блин, это очень круто. Напиши в комментариях, знал ли ты об этом. Мне кажется, об этом мало кто знал. Ну а тебе, подписчик, спасибо за такой интересный факт. Что ж, давайте перейдём к следующему факту. Ну вот так звучит следующий факт. Ты самый лучший игрок по мелам флеграунд. Что ж, спасибо, мне приятно. И кстати, теперь в деревья можно вкалывать топоры. А вот это уже интересно. Что ж, давайте перейдём на карту и посмотрим, как это работает. Итак, берём наше дерево, любое, и просто вкалываем туда различные предметы. И посмотрите, они реально втыкаются. Это работает, как будто бы ты втыкаешь какой-нибудь топор или меч в мелона. То есть, по сути, ощущения плюс-минус те же самые. Но это реально очень интересно и классно смотрится. Очень круто, что разработчики подумали над этой мелочью. И реально продумали концепцию втыкания топоров в текстуру именно деревьев. Было бы круто, что под них ещё опилки отлетали во время того, как они втыкаются в текстуру. Но, наверное, я пока очень многого требую. Если разработчики вы меня смотрите, а я думаю, что вы меня смотрите, обязательно попробуйте это сделать. Это будут реально очень прикольные партиклы. И втыкнуть деревья можно абсолютно всё что угодно. Абсолютно любой можно предмет втыкнуть. С этим вообще проблем никаких нет. Что ж, это было очень интересно. Напиши в комментариях, знал ли ты об этом. Ну и давайте перейдём к следующему факту. Ну и следующий факт звучит следующим образом. Братан, ещё один интересный факт. Короче, ты зафризь любой предмет и помести его в кислоту. И посмотри, что получится. Что ж, реально, давайте перейдём и посмотрим, как это работает на самом деле. Потому что я уже много слышал про фриз, но пока ещё сам не проверял. И давайте поиграемся с этим. Ставим абсолютно любой предмет под кислоту, фризим его предварительно. И смотрим, как он реагирует. И посмотрите, почему-то все предметы, неважно какие, реально работают под фризом внутри кислоты. Это очень круто. Что ж, давайте проверим, работают ли машины под кислотой, в плане растворяются или нет. И если мы помещаем, допустим, джип или автобус, то у нас растворяются только колёса. Это какой-то сюр для меня, если честно. Или если, допустим, мы ставим под воду мелона и просто фризим ему только голову, то растворяется основная часть тела и почему-то оставляется кусок скелета. Это тоже как-то странно смотрится, но тоже прикольно. А если мы, допустим, оставляем освещение под фризом, то она остаётся рабочим. Это, блин, тоже прикольно. Что ты думаешь по этому поводу, напиши в комментариях. И, кстати, даже можно свечку включить под кислотой, если её зафризить предварительно. Реально, посмотрите, это работает, это для меня просто шок какой-то. Давайте проверим, допустим, если мы поставим бомбу, она будет работать или нет? Или это как-то по-другому работает? Мне кажется, она должна работать по такой логике. И давайте поставим пару фейерверков, зафризим их и попытаемся активировать. И что же произойдёт в этот период времени? Итак, ребятки, смотрим, активируем эти фейерверки. И да, они на самом деле работают. Они просто взрываются какой-то белой вспышкой. Но для меня это тоже какое-то микроудивление. Об этом я точно не знал. И давайте взорвём атомку. И потому что давайте посмотрим. Ииии, ха, взрыв достаточно мощный, я удивлён. Но всё работает, абсолютно все предметы выжили и ничего абсолютно не повредилось. Это очень странно. Что ж, давайте перейдём к следующему факту. Но обязательно напиши в комментариях, знал ли ты об этом. И оцени от одного для сети этот факт. И интересный факт. Если на секунду окунуть любого персонажа в кислоту, потом включить коллизию и воткнуть зелёный шприц, то будет живой скелет любого мелона. Так, давайте посмотрим, насколько я знаю, то после отключения коллизии и включения её соответственно, то хитбоксы становятся рабочими, однако туда ничего воткнуть нельзя. Но всё-таки подписчик написал, быть может я что-то не так до этого проверял, и это на самом деле работает. И что ж, берём нашего мелона, окунаем легонечко в кислоту, после мы его оттуда достаем и пытаемся включить хитбоксы. И после того, как хитбоксы включились по всему телу, мы пытаемся воткнуть туда шприц зелёный. Итак, пробуем, 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 и посмотрите, спустя несколько попыток у нас получается зарегенить нашего скелета. Но не полностью, он становится зелёным, однако это скелет, зелёный скелет. Что это, что это работает, я не понимаю. Давайте попытаемся его воскресить при помощи красного шприца. И смотрим, да, реально он рабочий, и получается живой зелёный скелет. Это просто максимально странно, я такого никогда не видел. Возможно, у меня какой-то баг произошёл, но подписчик, спасибо тебе большое, потому что это реально работает. Напиши в комментариях, знал ли ты об этом, и обязательно пробуй, потому что это реально какая-то уникальная история. Ну и переходим к следующему факту. Есть ещё один факт, если опустить стекло в кислоту и вытащить, то оно больше не будет разбиваться. Давайте проверим, потому что звучит это очень интересно. Берём наше стекло и окунаем его в кислоту, однако почему-то оно сразу там не растворяется. Оно становится просто как будто бы супер закалённым и реально не разбивается. Просто посмотрите на это, этим стеклом можно убить этого мелона. Было бы очень здорово, если бы оно частично растворялось, хотя в реальной жизни, по-моему, кислота не может растворить стекло в принципе. Но то, что оно становится как будто бы бессмертным, это очень прикольно. Напиши в комментариях, знал ли ты об этом, и оцени этот видеоролик и эти факты от 1 до 10 в комментариях. Что ж, на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и помню, дружище, как всегда, увидимся на днях. Субтитры подогнал «Симон»